Позитивные эмоции и оптимистический настрой царили в сквере мечты в минувшие выходные. Здесь проходил большой праздник двора, организованный компанией Фусагра и Дрозд Балакова. На территории развернулись различные тематические зоны, чтобы все гости мероприятия, и дети, и взрослые, нашли себе занятие по душе. Например, на творческой площадке все желающие могли раскрыть свои таланты. Здесь лепили, клеили, вырезали. Берем кружочек, берем ленточки, вот эти вот и делаем солнышко на палочке. Яркое, красивое солнышко, чтобы у нас быстрее тепло было, лето наступило. По соседству развернулась площадка с большими играми. Дженго, рыбалка, шахматы, шашки. Отбоя от участников не было. Дети счастливы, смотрите, рыбки пойманы, ужин обеспечен. Совсем маленькие гости праздника стали пиратами. На игровой площадке в виде корабля они бороздили моря и выполняли задания капитана. Каждому прошедшему испытания – призы от Фосагра. Ну а поскольку каждый маленький пират на месте не сидел, то сувениры получили все без исключения. Так же, как и участники спортивного мероприятия. В эстафете состязались 13 семей. Команды небольшие – мама, папа и ребенок. Я сам участвовал в таких мероприятиях, такой же маленький был. И мама бежала, за руку держала, бежала. Мне все равно было, куда бежать. Самое главное – держать мама за руку. Я знал, что не упаду, и была поддержка. Основная задача по выполнению заданий ложилась на младшее поколение. Но трудностей не испытывали ни мальчишки, ни девчонки. Ловкость рук и поддержка родителей помогали дойти до финиша. Сложно тебе было на полосе препятствий? Нет. Нет? А почему? Потому что ты хоккеист. Но и родители должны были внести свою лепту в общую победу. Папа поднимали кири, кто больше за минуту, а мамы вспомнили детство и попрыгали через скакалку. Классно, хорошо, что есть такие мероприятия, потому что это сплачивает семью. Вообще для деток очень хорошо. Многие семьи из этого двора – постоянные участники мероприятий, проводимых химиками. Таких активных жителей микрорайона видно сразу. Участвуем в забегах от Фосагра каждый год, участвуем в квестах от Фосагра, которые проводят и различные другие мероприятия. Награждение участников и победителей спортивного праздника состоялось на сцене, которая появилась в сквере мечты тоже при поддержке балаковского филиала АО «Апатит». Перед торжественным моментом немного волшебства от фокусника Ильи Кулицкого. Его ассистентами становились зрители, которые чувствовали себя настоящими магами. «Подсказывает. Он говорит, что ваша карта пахнет, как карта красного цвета. Это небольшое число, цифра два. Это ромбик. Двойка бубновая? Серьезно? Покажите всем». На каждой площадке в этот день происходило что-то интересное. А самое главное – жители двора познакомились друг с другом, стали по-настоящему добрыми соседями. «Я не ожидал, что столько народу придет на этот праздник. Я думаю, что здесь жители не только даже этого двора, а и соседних дворов сюда пришли. Ну а на самом деле, я считаю, что вот та традиция, которая была раньше, когда действительно все жили одним двором, и взрослые, и дети, когда знали. Сейчас многие даже не знают, а кто у них соседи. Я надеюсь, что вот как раз вот эта вот атмосфера, которая здесь, вот эти площадки, место для прогулок, как раз и объединит всех жителей воедино и станут, надеюсь, одной семьей». Открытие сквера мечты – не последнее событие в череде мероприятий, приуроченных к Дню Химика. Одним из ключевых станет большой спортивный праздник. Он состоится 28 мая на центральной площади Балакова. В 10 часов утра стартует забег на 5000 метров. Регистрация уже началась на сайте деньхимикаобъединяет.рф. Также гостей будут ждать полоса препятствий гонка лидеров, полеты на аэростате, семейные спортивные состязания и развлекательная программа, призы и подарки. Не пропустите!